Армении остались считанные недели или века. Концепция эпохи мира Никола Пашиняна полностью провалилась, народный премьер говорил, что азербайджанцы настроены к нам негативно, так как армяне сами негативно настроены по отношению к азербайджанцам, и согласно ему, стоит только поменять это отношение, как наступит мир, но сейчас он жалуется, что в обмен на его миролюбие Алиев требует Ереван. Пашинян публично признает банкротство своей политики, Это означает, что результаты внеочередных парламентских выборов, фракция Гражданский договор и сформированное ею правительство нелегитимны. Это в свою очередь, означает, что мы сейчас переживаем глубокий кризис легитимности, со всеми вытекающими из этого последствиями. В ходе внеочередных парламентских выборов Никол, будучи постоянным источником войны и разрушений, выпрашивал голоса избирателей в роли голубя мира. Часть людей, под влиянием страха новой войны и шока 44 дней, проголосовала за новую войну, сдачу Арцаха Азербайджану, развал Армении. Они этого не хотели, но так получается, особо подчеркну, что виноваты в этом не только эти люди. Сейчас у нас состояние, когда главный предложенный властью Кот развалился, и государство превратилось в попавший в шторм без кормила и парусов корабль. Так называемый капитан думает исключительно о собственной безопасности и подготавливает свое бегство с корабля. Нетрудно представить, что будет с Арменией в этих условиях. В особенности, когда на противоположном поле пока нет заявок на лидерство, предложений новых концепций. Этот вакуум для нашего государства очень опасен. Если удастся его быстро заполнить, то мы получим шанс двигаться навстречу новым тысячелетиям. В противном случае нам останутся считанные недели, или в лучшем случае месяцы. Главным предусловием для спасения является смена капитана Армении. Новый переговорщик может дать Армении шанс, время и ресурс. С Николом наши шансы нулевые.